Данное руководство по лечению пациентов с COVID-19 в домашних условиях разработано врачами и специалистами по восточной медицине на основе изысканий, опыта, а также обсуждений. Рекомендации были впервые сформулированы на основе золотого правила лечения, шести необходимых факторов, ситта и зарурия, один, свежий воздух. Если вы находитесь рядом с различными деревьями горной местности, то это очень полезно при лечении болезней бронхов и легких. Также очень полезно если рядом с вашим домом есть ель, сосна и фонтаны. Встав рано утром, выплюнув всю мокроту из бронхов, затем вдыхая запах роз, вы можете предотвратить даже рак легких. Было доказано, что алкалоиды в составе дыма растения могильник, исерик, хазореспонд, гормала убивают вирусы в воздухе и дыхательных путях человека. По этой причине мы рекомендуем часто вдыхать дым гормала и продымить гормалой все комнаты. Можно также продымить комнаты с кристальхинди. Два, еда и питье. Пища должна быть разжижающей кровь и полезной для легких. Рекомендуется куриный суп с большим количеством гороха, в этом случае лучше использовать домашнюю курицу, супы из мяса старого петуха, полуваренные яйца. Во время лихорадки не рекомендуется употреблять много пищи, если пациент ребенок, не кормите грудью, пока температура не спадет из-за риска повышения температуры тела. В этом случае пейте только жидкость. Приготовьте напиток добавив 1 стакан кефира на 1 стакан кипятка с незначительным количеством соли, аарем на уст. Полезно добавлять кефир, черный растолченый перец и зелень, сырая кинза, кашнич, в такие блюда, как мастовая и машхурда, супы с рисом, суп с рисом и машом. Несладкий настой шиповника полезен для разжижения крови и восполнения потребностей организма в витамине С, особенно при болях в ушах и горле. Настой, приготовленный из инжира, фига, смоковница полезен для улучшения отхождения мокроты, для очищения закупорок, шлаками и мокротой, легочной и печеночной ткани. Проверенный и доказанный способ снижения температуры тела при лихорадках, пить отвар сушаной вишни. Это поможет быстро снизить температуру и вывести токсины через пот и мочу. Черный чай с наватом полезен при кашле. 3. Сон и бодрствование. Сон по 7-9 часов в день – один из самых простых способов быстрого восстановления организма и укрепления иммунитета. Недостаток сна приводит к снижению естественной силы иммунитета. 4. Движение и отдых. Дыхательные упражнения, которые защищают легкие, качаться на качелях, очень полезны для функции легких, из 1 и краткой книги, канон врачебной науки, раздел «Физическое воспитание». 5. Задержка и выведение жидкости из тела. Кровеносные сосуды и ткани легких могут забиваться густыми жидкостями, особенно густой слизью и сгустками крови. Поэтому, согласно канонам медицины, эти жидкости выводятся путем перенаправления из легких в другие части тела. Следующие два метода кровопускания считаются самыми полезными. 1. Кровопускание из обеих локтевых вен, в интермедиа кабити, в бейзелика, в сифолика, в количестве около 100 мл. 2. Кровопускание в 7-8 местах паравертибральной области, особенно в болезненных зонах, данный метод также упоминается в работе Алихан Туры Сагуни, Шифол Илал. Примечание. Перед кровопусканием необходимо измерить артериальное давление пациента. Перед процедурой необходимо подкрепиться куском хлеба и стаканом гранатного сока. Употребление гранатового сока или немного виноградного уксуса после кровопускания успокаивает кровь и поможет очищению крови и выработке новых форменных элементов. 6. Душевные состояния эмоции. Печаль, скорбь, депрессия, тревога, особенно приступы паники могут вызвать резкое снижение внутренней силы иммунитета. Согласно медицинским источникам, состав крови панически беспокойного человека может меняться. Поэтому необходимо поднимать настроение и начинать побеждать болезнь с явной убежденностью и искренностью. Лекарственные растения. Кыстальхинди приведено в книге Т.Б. Аннаби. Принимается внутрь по две капсулы три раза в день или в виде порошка по одной чайной ложке три раза в день в течение пяти дней. Продолжительность лечения может быть продлена в зависимости от тяжести и течения заболевания. Этот препарат также повышает внутреннюю силу иммунитет организма и предотвращает заражение вирусами и другими микроорганизмами. Масло черного тмина, чернушка, седана. При отеке язычка, при фарингите и танделлитах для устранения неприятных ощущений в горле капают в нос по два-три капли масла черного тмина три раза в день приведено в книге Т.Б. Аннаби. Стекание масла в горло безвредно, наоборот, полезно для снятия воспаления. Если температура повышена, лучше временно воздержаться от использования масел, потому что во время лихорадки не рекомендуется прием масла как внутрь, так и наружное нанесение на кожу, что может привести снова к повышению температуры тела. Гулкант. Это лекарство очень эффективно для повышения внутренней силы иммунитета. До недавнего времени в Средней Азии его готовили практически во всех домах. Наши предки это хорошо помнят. Его готовят, взяв в равных количествах лепестков кизилгул, это древний вид розы, при отсутствии лепестков кизилгула можно использовать лепестки обычной розы и сахара, хорошо измельчив их в керамическом блюдце, горшке, и оставить летом под лучами солнца в течение 40 дней, каждый день один раз перемешивая, это называется автобегулант. При необходимости, если времени достаточно для приготовления, то, дают пациенту как можно скорее в таком состоянии консистенции, которое было оно доведено. Также, это лекарство полезно при заболеваниях легких. Оно даже излечивает туберкулез легких, об этом упоминается Авицен на их третьей книге «Канон врачебной науки». Для разжижения крови рекомендуется использовать доник, коруевы, лимон, малину, шиповник. Доник. Употребление отваров таких растений, как и соп, корня солодки, девясила, корня алтейки помогает улучшить функции легочной системы. Корень солодки. Рекомендуется пить настой цикория при высокой температуре, 1 чайная ложка цикория заварить в 100 мл в горячей воде и принимать 2 раза в день в течение 15 дней. По законам восточной медицины темперамент мизодж цикория – холодный. Для уменьшения этого действия перед употреблением в настое можно добавить 1 чайную ложку меда. Ячменный отвар. Он обладает такими свойствами, как нормализация высокой температуры и облегчение отхождения мокроты. Для этого необходимо 1 стакан ячменя тщательно прополоснуть в воде, добавить 3 литра воды, варить при маленьком огне до тех пор, пока из 3 литров воды не останется 1 литр. Процедить и употреблять вместо воды. У людей, имеющих проблемы с мочеиспусканием, в частности аденом и простаты, отвар может усугубить проблему. Александровский лист, сано, листья сены. Приготовление настоя, в зависимости от возраста, конституции и состояния больного берется 1 чайную или 1 столовая ложка листьев, сано. Листья очищают от черешков и жилок. В пропорции 1 шестая берется листья кизилгул, заменой является роза. Оба лекарства вместе настаивают в 50 мл кипяченой воде и употребляется перед сном. При невозможности приготовления данного лекарства, можно найти готовый препарат в аптеках под названием синодексин или бисикодил и принимать перед сном по одной таблетке для взрослых и по одну-вторую таблетке для детей с достаточным количеством воды. Лекарство является слабительным и помогает выведению шлаков из организма, которые могут быть причиной лихорадки. Рекомендуется добавить пищевую соду к отвару мяты перечной и дышать паром, делать ингаляции и часто полоскать им горло. Протрите область груди полотенцем замоченная в теплой воде, растворенной в одном стакане воды 1 чайная ложка пищевой соды. Почелачивание организма, добавить 1 чашку пищевой соды в ванную и окунуть все тело в теплую воду, принять ванну, на 10-15 минут. Сделайте клизму, добавив 1 чайную ложку пищевой соды на 1 литр теплой воды. Эти два метода улучшают кровообращение в легких и почелачивают организм. Эти методы были использованы авиацинные при лечении астмы, а на практике было доказано, что они эффективны и при лечении пневмонии и бронхита. Брокколи содержит бета-каротин, селен, витамины А, С, Е, калий, цинк, серу и ряд аминокислот. Благодаря перечисленным элементам этот овощ является детоксикантом. Он способствует выведению из организма свободных радикалов и токсинов. Куркума, зарчава тоже помогает выводить токсины из организма при инфекционной интоксикации. ТОП-5 рекомендации при вирусных заболеваниях приведены в ТИББ Аннаби. 1. Диета, начало исцеления. 2. Масло черного тмина, лекарства от всех болезней помимо смерти. 3. Мед, исцеление мед и куран. 4. Кровопускание, хиджама, пиявки. 5. Божественные причины исцеления, милостыни, садака, покойния, истекфор, рукия, исцеление кураном, налаживание отношений с родственниками, силой рахем. 19. Рекомендации по лечению больных с COVID-19 в домашних условиях. 1. Как и при всех острых респираторных вирусных заболеваниях пациентам с коронавирусной болезнью рекомендуется обильное питье. Для этого можно употреблять по очереди минеральную воду, чаи с лимоном, с малиной, настойку шиповника, мятный чай, настойку инжира, теплые компоты, настои с добавлением меда и навата. Только при невозможности принятия жидкости внутрь, в вену вводят смесь 200 мл 5% глюкозы и 4 мл 5% аскорбиновой кислоты. В случаях высокой интоксикации, если пациент не получает жидкости, рекомендуется внутривенно ввести 200 мл раствора Риасорбилокт или 5 мл Л-лизина и Сцената. Конечно, для предупреждения отека легких при коронавирусной инфекции не рекомендуется внутривенно вливать большое количество жидкости. Однако, у некоторых пациентов из-за тяжелой интоксикации увеличивается анорексия, исчезновение аппетита. И естественно такие пациенты не могут употреблять в достаточном количестве жидкости внутрь. В таких случаях появляется необходимость внутривенному вливанию лекарств разжижающие кровь, придающие силы организму, выводящие токсины из организма. 2. Употребляйте черный тмин, чернушка, седана. Для этого возьмите 1 час листов семена молотого черного тмина или масла, смешайте с таким же количеством меда и принимайте за полчаса перед приемом пищи. Черный тмин оказывает разрушительное действие на многие патогенные микроорганизмы, включая вирусы. Он стимулирует иммунную систему естественным образом, что повышает сопротивляемость организма к различным болезням. В современной медицине с этой целью рекомендуются противовирусные препараты, но пока не разработан препарат, который полностью бы уничтожал данный вирус. А действующие препараты ныне в дефиците. Мы знаем, что часто к вирусной инфекции присоединяется бактериальная суперинфекция, что приводит к осложнениям в виде пневмонии и осложнениям других систем организма. Поэтому препарат азитромицин и другие известные антибактериальные препараты эффективно используются при данном заболевании. Тем не менее, для домашнего лечения мы рекомендуем употреблять черный тмин, который является более естественным, безопасным и эффективным. Мы рекомендуем принимать антибиотики азитромицин и другие только по рекомендациям и под наблюдением врачей при тяжелом течении болезни. 3. Продукты пчеловодства, такие как мед и прополис, используются при данной инфекции очень эффективно. Рекомендуется употреблять свежий горный мед по 2 часа листов добавляя в вышеупомянутые жидкости, настойки и чаи 5-6 раз в течение дня, до 100-200 грамм. 4. Рекомендуется принимать порошок кристальхинди или готовые капсулы по 1-2 шате. За полчаса до еды до 2-3 раза в сутки в течение 2-3 недели, в зависимости от тяжести болезни. Кристальхинди благотворно влияет на организм, снимает боль в горле, применяется при лечении плеврита и пневмонии, эти наставления упоминаются в книге Т.Б. Аннаби. 5. Использование имбиря, масла, гвоздики, аломпермунчок, куркумы, зарчево. Куркума очищает организм от различных токсинов. Принимайте по 1-3 чайной ложки куркумы 2 раза в день с 200 мл теплой кипяченой водой перед едой. 6. Хрен, репа, редис, черный перец, чеснок могут помочь вам в борьбе с вирусом. Данные натуральные и простые средства стимулируют аппетит, обладают мочегонным, отхаркивающим свойствами, а также разогревают организм изнутри. 7. Принимайте дополнительные дозы витамина С в форме таблеток, инъекций или натуральных продуктов. Витамин С является антиоксидантом, нейтрализует окислительное действие свободных радикалов и других продуктов, образующихся в организме и помогает организму бороться с инфекцией. 8. Микроэлемент магний также важен для замедления цитокиновой реакции и для предотвращения депрессий. Вы можете принимать магний в форме таблеток или употреблять побольше продуктов, богатых магнием. Магний в большом количестве содержится в проросшей пшенице, гречке и миндале. 9. Было доказано, что чем меньше количество витамина D в организме, тем тяжелее протекает заболевание. Витамин D можно принимать в капсулах, таблетках, каплях в день до 1000-3000 м для взрослых, как для пожилых, так и для беременных женщин и до 500-1500 м для детей. Не забудьте также о прогулках под солнечными лучами по утрам. 10. Богатые белком продукты, мясо, бобовые, служат необходимым сырьем для производства иммунных клеток, иммуноглобулинов и других жизненно важных веществ. Тем не менее, при многих заболеваниях энергия в организме в основном используется для преодоления болезни. Также энергия необходима для переваривания пищи. Следовательно, при простуде для экономии энергии снижается аппетит, поэтому при простуде не рекомендуется чрезмерно употреблять трудноперевариваемые продукты, плов, мясо и жирные блюда. 11. Рекомендуется частое полоскание горла и носа настойкой ромашки, соленой водой, отваром могильника, гармола, раствором фуроцелина и другими антисептиками в течение дня. 12. Интенсивный диурез, то есть частая мочеиспускание способствует выведению токсинов из организма. 13. Посредством потоотделения также выводятся из организма токсины, которые появляются при вирусной инфекции во время лихорадки. При потоотделении организм выделяет тепло, таким образом нормализуется температура тела. 14. Полезно также чистить зубы от налета с помощью сивака, месвак. Также рекомендуется проглатывать небольшую часть слюны с веществом выделяемым при использовании сивака. Сивак содержит большое количество антисептические вещества. Сивак также полезен для переваривания пищи. В этом случае рекомендуется разрезать сивак на мелкие кусочки и варить в воде, затем употреблять по 2 часа листа после еды. 15. Нормальный, достаточный сон – это возможность для восстановления иммунной системы и всего организма, поэтому во время простуды необходимо досыпаться в достаточной мере. 16. Дыхательные упражнения насыщают организм кислородом, а это значит, что наши органы снабжаются достаточным количеством кислорода для нормальной их жизнедеятельности. Мы рекомендуем выполнять специальные дыхательные упражнения по бутейкой или часто читать Священный Коран, что способствует значительному увеличению жизненной емкости легких. 17. В случае инфекционной лихорадки необходимо снизить физическую активность и предотвратить перенапряжение. При физической нагрузке ускоряется кровообращение, это способствует распространению инфекции, включая вирусы, через кровь по всему телу. Поэтому в период высокой температуры необходимо придерживаться пастельному режиму. Конечно, это не означает, что нужно себя приковывать к кровати. 18. Рекомендуется время от времени вставать с постели и делать легкие гимнастические движения по мере возможности. 18. Боли в теле, груди, спине и на ногах в основном происходят из-за накопления токсинов в мышцах. По законам восточной медицины во время повышения температуры тела появляется боль в тех частях тела, где имеются невриты, миозиты и дыре. 19. При интоксикации, но при отсутствии лихорадки вы можете использовать банки, используемые при кровопускании, хиджами и выполнить баночный массаж. Применяя масло черного тмина или оливы при отсутствии лихорадки, баночный массаж быстро дает облегчение телу, избавляя организм от болей. В современной медицине для устранения болей, а также для снижения температуры тела, для разжижения крови применяются нестероидные противовоспалительные средства, ацетилсалициловая кислота, немасулит, деклофенак, в форме таблеток, инъекций, порошка и сиропа. Тем не менее, мы рекомендуем не пытаться сбивать температуру тела, когда общее состояние пациента удовлетворительное. Данные препараты рекомендуется использовать только в случае необходимости, при непереносимости высокой лихорадки. 19. Чтение священного курона. В священном предписании Всевышний в трех местах упоминает о целительном свойстве курона. Поэтому просите от Всевышнего исцеления с помощью курона и побольше читайте данную священную книгу. В течение дня, в дополнение к вашим молитвам, постарайтесь как можно больше читать курон с правилами Таджведа, произведя при этом глубокие вдохи. В этом случае рекомендуется читать длинные аяты, в том числе аят Аль-Курси, аяты из суры Аль-Бакара, Есин или другие суры, которые вы любите часто читать. Таким образом, посредством чтения курона можно увеличить жизненную емкость легких, частое глубокое дыхание и укрепить иммунную систему путем связи с Аллахом. Пусть Аллах дарует вам полное исцеление. Мы просим вас помолиться за всех экспертов, которые внесли свой вклад в подготовку данного руководства. Помните, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Берегите себя и своих близких. От каждой болезни есть лекарство, и если лекарство и болезнь совпадут, то с позволения Аллаха наступит выздоровление, хадис. Если вас достигла болезнь, обязательно ищите исцеление и лечитесь. Чем раньше вы начнете лечение, тем быстрее выздоровеете без осложнений. Распространите данное руководство всем своим близким. Авторские права авторы пособия. Шухрат Ибрагимович Шерназаров хирург, врач общей практики, мануальный терапевт. Надир Абдусамадович Алимов врач-атариноларинголог. Алижон Исруилжонович Саттеров врач-кардиолог, член Международного фонда Ибнсины, специалист по восточной медицине. Мироббос Равшанович Хамидов действительный член Медицинской академии Узбекистана, занимающийся медико-научной деятельностью, специалист по восточной медицине. Диар. Шурет. 28 июля 2020 года. Ташкент, Узбекистан. Рашид Раджабович Усманов, агитатор по ведению здорового образа жизни и спорта, блогер. Иди Айти.